Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. В прошлой статье я рассказал вам о хламидиозе вообще. В этой статье я расскажу вам о самом частом проявлении хламидийной инфекции у мужчин и женщин, о хламидийном уретрите. Подробно о том, что такое уретрит, какие они бывают, вы можете прочитать в моей статье «Уретрит. Что обязательно надо знать» и посмотреть ролик об этом. Часто, когда говорят о хламидийном уретрите, употребляют название урогенитальный хламидиоз или хламидийная инфекция нижних отделов мочеполового тракта. У взрослых заражение хламидиозом происходит почти в 100% случаев половым путем, причем при любых формах полового контакта, вагинального, орального, анального. Инкубационный период, то есть время прошедшее с момента заражения до появления первых клинических симптомов при хламидийном уретрите в среднем составляет 2-3 недели. Но при хламидийном уретрите возможно его скрытое течение, так называемое носительство или асимптомная форма. Когда возбудитель в уретре присутствует, то есть заражение произошло, хламидии в уретре есть, но никаких признаков заболевания у человека нет. Он ничего не ощущает, хотя при этом, как вы догадываетесь, в половом плане он заразен. Вот так считается, что почти более чем у 70% женщин отмечается асимптомное течение. Поэтому мой вам совет, если у кого-либо из партнеров был обнаружен хламидийный уретрит, не надо сразу обвинять другого в причине заражения, надо еще разобраться. А вдруг у вас была скрытая форма, и именно вы являетесь источником заражения. Если говорить о классическом течении хламидийного уретрита, то по окончании инкубационного периода у человека могут появиться следующие симптомы. В той или иной степени выраженности. Так, хламидийный уретрит у женщин проявляется слизисто-гнойными выделениями из уретры и половых путей. Межменструальные кровянистые выделения могут быть. Болезненность во время половых контактов. Зуд, жжение, болезненность при мочи и спускании. Дискомфорт и боль в нижней части живота. У мужчины хламидийный уретрит может проявиться тоже слизистыми гнойными или слизистыми, и, как правило, необильными выделениями из уретры. Зуд, дым, жжение, болезненность при моче и спускании. Дискомфортом. Зуд, жжение в области уретры. Болезненностью во время половых контактов. Учащенные моче и спускания и частыми позывами к моче и спусканию. Боли в промежности, с радиацией, то есть с отдачей, в прямую кишку. Подробнее вы эти симптомы можете посмотреть в моей статье. Ссылка приведена ниже. Или вообще на моем блоге в конце ролика будет ссылка. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что признаки у каждого человека могут быть разные. По ним ни в коем случае нельзя самому ставить диагноз, так как аналогичные симптомы могут быть при любом другом заболевании. Поэтому, как это и не печально, надо идти к врачу обследоваться. Причем, обследоваться надо не только на один хламидиоз, а на все возможные инфекции. Так как, еще раз повторяю, признаки при всех уретритах бывают разные. Бывают одинаковыми. И сами вы не отличите хламидиоз, например, от гонореи, или микоплазмоза, или трихомониаза. Также очень часто хламидийная инфекция сочетается с возбудителями других инфекций, передаваемых половым путем. Без лечения хламидии могут сохраняться в уретре мужчины и женщины неопределенно долго, но, что неприятно, приводить к различным осложнениям с поражением органов малого таза, например, простатит, эпидемит, прямой кишки, проктит, глотки, фаренгит и конъюнктивы глаз, хламидийный конъюнктивит. Что касается анализов на хламидиоз, то при уретре, при уретрите, чаще берут так называемый мазок, то есть соскоб из уретры. Причем для получения достоверных результатов необходимо перед сдачей анализа не мочиться как минимум 3 часа. Это очень важно, повторяю, для получения достоверных результатов. Хочу обратить также ваше внимание, что в настоящее время при современных методах диагностики никакого там пива перед сдачей анализа пить не надо, есть соленую пищу, то есть делать так называемую провокацию. Сейчас никто это уже не использует и не применяет, хотя иногда это можно прочитать об этом в интернете. Постановка диагноза обычно происходит молекулярно-биологическими методами, исследованиями, например, там ПЦР-диагностика, полимеразно-цепной реакции, когда обнаруживаются специфические фрагменты ДНК или РНК, хламидии трахоматизы. Важно, что если у человека анализ на хламидиоз положителен, но отсутствуют субъективные, объективные признаки инфекционно-воспалительного заболевания и факторы риска, то есть как бы возможность получения этой инфекции, то сам по себе анализ еще ничего не значит. Для подтверждения диагноза необходимо проводить дополнительные исследования. То есть просто человек шел, чувствует себя прекрасно, решил провериться на все инфекции, сдал анализы, и у него хламидии положительные. Так вот, это не значит, что сразу надо идти получать лечение, надо еще разобраться, перепроверить, так как, да, бывают ложноположительные результаты, даже в хорошей лаборатории. Что касается лечения хламидийного ретрита, то он состоит в приеме антибиотиков, например, там, доксициклина, азитромицина, джозамицина. Доза того или иного антибиотика, длительность его применения бывают разные, там, от 7 до 21 дня, и зависит от длительности заболевания у вас, от жалоб. Поэтому грамотно составить схему лечения может только врач. А то вот часто бывает, пишут в интернете, что у меня хламидиоз, там, подскажите, чем лечить. Так вот, чем лечить хламидиоз, и чем, или как лечить вас конкретно, вот, хламидийного уретрита, и то, если это у вас, опять-таки, какой хламидиоз именно уретрит, это кардинально разные вещи. Поэтому не советую вам таким способом решать вашу проблему. Это может, естественно, привести к недолечению, или к невылечиванию, и к последующему распространению инфекции в организме с поражением других органов. И, кстати, это может обнаружиться только спустя годы после такого лечения по интернету. И еще раз повторяю, в лечении используются антибиотики. Никакие там травы, сода, прочие народные методы не используются в лечении хламидийного уретрита. Обязательно после лечения надо провести контроль излеченности. То есть, после окончания лечения, через 14-30 дней повторно сдать анализы. Здесь уже нет необходимости сдавать анализы на все инфекции, как, допустим, вы сдавали при первичном обследовании. Здесь можно сдать конкретно именно один анализ на хламидиоз. И хочу обратить еще тоже ваше внимание, что контрольное обследование проводится не сразу после окончания лечения, после приема последней таблетки, а именно через 14-30 дней. Почему? Так как надо время дать погибшим организмам, погибшим хламидиям, вывестись как бы из организма. Иначе анализ будет, если вот сразу после лечения его сдать, снова может дать положительный результат. Поэтому время должно пройти. И, естественно, половая жизнь возможна только после установления излеченности. То есть, после клинического и этиологического выздоровления. И еще раз повторяю, что если после лечения, к концу лечения у вас клиническая картина нормализовалась, то есть, вас беспокоил там зуд, жжение, выделение, а к концу лечения все нормально, то это еще не значит, что вы вылечились. Опять-таки, вылечились вы или нет, решает именно контрольное обследование. Таким образом, при правильном подходе к диагностике, лечении и установлении излеченности, хламидийный уритрит можно вылечить полностью. В своих следующих статьях я расскажу вам о других уритритах, которые могут встречаться у людей. Жду ваших комментариев и вопросов. Подписывайтесь на мою страничку. Напоминаю вам, что вы также можете задать мне личный вопрос на почту в моем блоге в разделе индивидуальные консультации. С уважением. Спасибо за внимание.